Продолжение следует... То с внедрением анти-CD30 иммуноконъюгата в клиническую практику под названием брентуксимапидатин медиана общей выживаемости увеличилась до 40 месяцев. Но важнейшим достижением последних лет стало описание механизма отрицательной иммунной регуляции. Исследователи, внесшие значительный вклад в исследование этого вопроса, были удостойны Нобелевской премии по физиологии и медицине. И на основе этих знаний были созданы препараты PD-1 ингибиторы, которые увеличили общую выживаемость пациентов с 40 месяцев до пока неопределённого значения, поскольку препараты применяются недавно. Извините, я сбился. У меня в программе было 15 минут, а здесь 20 минут, а здесь 15 минут. Вы мне дайте знать, сколько времени у меня осталось. Продолжайте, Кирилл Викторович. Извините. И в нашей клинике имеется опыт применения неволумаба более чем у 200 пациентов. Среди них 116 пациентов получали препараты в стандартной дозе 3 мг на килограмм массы тела. Сотяжение общего ответа у 67% пациентов. Общая выживаемость в нашей группе составила 95% через 3 года наблюдения. Однако трёхлетняя беспрогрессивная выживаемость составила 27% и около 20% пациентов имели неопределённый ответ в качестве лучшего ответа или прогрессирование. Таким образом, мы видим, что требуется выявление предиктивных факторов, которые позволили бы оптимизировать стратегию, выбрать оптимальную стратегию введения пациентов на фоне иммунотерапии. И эта проблема стоит не только перед онкогематологами, в лечении солидных заболеваний. И в нашей клинике имеется опыт применения неволумаба более чем у 200 пациентов. Среди них 116 пациентов получали препараты в стандартной дозе 3 мг на килограмм. У онкологов, которые лечат солидные новообразования, тоже имеется эта проблема. И существует несколько десятков факторов, которые показали прогностическое значение при проведении иммунотерапии. Они разделяются на характеристики опухоли, лабораторные маркеры, клинические факторы, которые я не буду описывать в деталях. Скажу лишь, что наиболее значимыми являются мутационная нагрузка или микростелитная нестабильность, а также уровень экспрессии PD-L1 на опухолевых клетках и клетках микроокружения. Эти факторы уже в настоящий момент используются для определения стратегии лечения пациентов с солидными новообразованиями. При лимфоме Ходжкина всё несколько сложнее. Данных меньше, и значение этих факторов также не столь достоверно. Однако было показано значение относительного числа эзенофилов, степени экспрессии PD-L1 на клетках опухоли и клетках микроокружения, наличие экспрессии MHC 2-го класса на опухолевых клетках, вида альтерации 9P24 локуса PD-L1. И такой интересный эффект, который наблюдался при выполнении повторных биопсий у пациентов с прогрессированием на фоне иммунотерапии, это увеличение экспрессии PD-L1 на клетках микроокружения в случае прогрессирования заболевания. Но в отношении лимфомы Ходжкина значение PD-L1 не столь легко оценить, поскольку эта лимфома обладает наиболее высокой степенью экспрессии PD-L1 среди других видов лимфомы и, вероятно, среди всех солидных новообразований. Речь идёт именно о плотности окраски PD-L1, которую достаточно сложно технически окрасить. Причиной столь высокой экспрессии PD-L1 является нарушение локуса 9P24, на котором находится ген PD-L1. Существует четыре варианта нарушения этого локуса – это дисомия, полисомия, дополнительные копии и амплификация, которые связаны с нарастающей степенью экспрессии PD-L1, и таким образом можно разделить пациентов на прогностические группы, которые оказывают в том числе влияние на эффект первой линии терапии. На основе данных литературы мы инициировали исследование оценки прогностических факторов иммунотерапии при лимфоме Ходжкина. В исследование было включено 116 пациентов, медианого возраста 32 года, Б-симптомы имели 61% пациентов на момент начала терапии, 71% имели экстренодальные очаги на момент начала терапии, 38% получили высокодозную химиотерапию с ауторасплантацией на предшествующих этапах лечения, и 53% пациентов получали терапию брентоксимовым видотином. Более 70% пациентов имели первичную химиористенность или ранний рецидив, то есть это крайне неблагоприятная группа пациентов. Во время лечения НИБУЛУМАБом выполнялось криоконсервирование и банкирование биоматериала пациентов, это гистологический материал, биопсийный материал и образцы сывороток крови. Были проанализированы ряд факторов. Среди характеристик опухоли был оценен гистологический вариант, экспрессия макрофагальных маркеров CD68, CD163, PD1, PDL1 и активация альтернативных путей иммуноконтрольных точек, включая ЛАК-3, СТОИ-4, ТИМ-3, ТИГИТ, а также тип альтерации 9П24 по данных ФИШ. Среди лабораторных маркеров, которыми мы исследовали, был уровень интерлекина-6, интерлекина-15, растворимый PDL1, ЛДГ, а также ряд других показателей. И была проведена комплексная оценка клинических факторов прогноза. Я не буду также детализировать наш поиск, я сфокусируюсь на результатах, которые показали значимые результаты. Среди них это тип альтерации 9П24, степень экспрессии ЛАК-3, уровень интерлекина-6 и интерлекина-15 до начала терапии, пол, лучший ответ на терапию, наличие Б-симптомов, наличие раннего ответа и экстронодального поражения. Перейдём к клиническим факторам прогноза. Наиболее очевидным фактором прогноза является лучший ответ на терапию. И, конечно, пациенты, которые достигли полного ответа в качестве лучшего ответа на терапию, имели значимо лучший прогноз на фоне лечения в отношении беспрогрессивной выживаемости. Однако более значимым фактором является ранний ответ на терапию невловом, то есть достижение ПЭТ-негативной ремиссии через 3 месяца после начала лечения. Такие пациенты обладали значимым лучшим прогнозом с медианой беспрогрессивной выживаемостью около 35 месяцев по сравнению с 17 месяцев у тех пациентов, которые не достигли раннего ответа. Б-симптомы являются негативным прогнозическим фактором на фоне лечения неволумабом, а также наличие экстранодальных очагов – это был самый важный негативный прогнозический фактор в нашей когорте пациентов. Пациенты, у которых не было экстранодальных очагов, имели значимо лучшую беспрогрессивную выживаемость, медиана её не достигнет через 3 года. Что отражается также на других наблюдениях, в частности, германской группой по исследованию лимфомы Хучкина, которые продемонстрировали преимущество применения неволумаба в первой линии терапии именно в группе пациентов с ранними стадиями заболеваниями. Вероятно, именно в этой группе пациентов неволумаб будет применяться в первой линии терапии в ближайшие годы. Несмотря на то, что проведение высокодузной химиотерапии, аутологичной трансплантации, а также терапии брентуксимабом, видотином, не оказывали значимого влияния на беспрогрессивную выживаемость, степень предлеченности пациентов, тем не менее, была негативным прогностическим фактором. Пациенты, которые получили более 4 линий терапии, выдали значимо худшим прогнозом. Кроме того, пол также играет прогностическую роль. Это достаточно загадочный фактор. Я специально готовился и пытался найти причину, почему пол обладает прогностическим значением при проведении иммунотерапии. В настоящий момент однозначного ответа нет. Исследователи ссылаются на особенности гормонального фона и метаболизма, которые определяют особенности ответа на иммунотерапию и лучший прогноз женщин на фоне иммунотерапии. Лабораторные факторы прогноза. Профиль уровня цитокинов. Мы исследовали уровень интерлекина-6, который является ключевым игроком развития воспалительных процессов. Уровень растворимого PD-L1, который является новым прогностическим маркером, который еще не исследовался при лимфоме Ходчкина. И уровень интерлекина-15, который является важнейшим ростовым фактором и фактором, предотвращающим истощение этих клеток. Были выявлены некоторые корреляции между уровнем интерлекина-6, между уровнем исследовательских цитокинов и клиническими факторами. В частности, уровень интерлекина-6 был связан с наличием B-симптомов на момент начала терапии неволумабом, с наличием экстронодальных очагов и с соматическим статусом пациентов. Уровень PD-L1 также был связан с наличием B-симптомов. Второй по значимости фактор – это опухолевая нагрузка, наличие массивной опухоли. И уровень интерлекина-15 не показал значимой связи с какими-либо клиническими факторами. Все исследуемые цитокинов были повышены до начала терапии неволумабом в нашей когорте пациентов и отмечалось снижение уровня концентрации этих цитокинов на фоне лечения неволумабом. Что касается прогностического значения уровня цитокинов, мы провели рок-анализ, определили пороговые значения цитокинов. Так, уровень интерлекина-6 менее 2,5 пикограмм на миллилитр обладал позитивным прогностическим значением. Пациенты с меньшей концентрацией интерлекина-6 имели значимую лучшую беспрогрессивную выживаемость. Уровень интерлекина-15, повышение его обладало негативным прогностическим значением. Теперь перейдём к характеристикам опухоли. Альтерации 9P24.1 были исследованы с помощью метода флюоресцентной гибридизации инсита. Напомню, что есть четыре основных варианта хромосомных альтераций. Это дисомия, полисомия, дополнительные копии, амплификации. Я перечислил их по степени выраженности нарушений хромосом. Мы исследовали 45 образцов опухоли пациентов с лимфомой Ходжкина и выявили, что во всех случаях были те или иные альтерации 9P24. Также было выявлено, что эти нарушения разнородные. То есть в одном образце опухоли могут встречаться клетки Березовской рида Штемберга с различными вариантами хромосомных поломок. По степени наиболее выраженной альтерации 22% пациентов имели амплификацию, 71% дополнительные копии и 7% полисомию. Было выявлено значимое ассоциацией видов альтерации в зависимости от гистологического варианта. Так, все случаи амплификации локуса 9P24.1 наблюдались у пациентов с нодулярным склерозом. Также в соответствии с литературными данными была выявлена зависимость между видом альтерации и стадией заболевания при первичной диагностике. Пациенты с полисомией обладали значимым и худшим прогнозом в отношении беспрогрессивной выраженности по сравнению с пациентами с дополнительными копиями и амплификацией локуса 9P24.1. Мы исследовали гистологическую структуру микроокружения у 31 пациента с классической лимфомой Ходжкина. Также была выявлена гетерогенность, то есть не удалось выявить какую-то значимую ассоциацию или логику в структуре и степени экспрессии макрофагальных маркеров и маркеров иммуноконтрольных точек. Однако были выявлены корреляции. Так были выявлены корреляции между CD68 и CD163, это макрофагальные маркеры. Ассоциации между CD163, CD163 и TIGET и TIM3, которые являются чекпоинтами, которые активны на поверхности макрофагов. А также негативная корреляция между CD163 и CLA4, что пока трудно интерпретировать, это первое наблюдение. Среди факторов, исследуемых прогностическим значением, обладала степень экспрессии ЛАК-3. То есть активация сигнального пути ЛАК-3 обладала неблагоприятным прогностическим значением при проведении анти-ПД1 терапии. Также мы исследовали динамику популяции у пациентов с прогрессированием заболеваний. Как и в соответствии с литературными данными, мы выявили повышение экспрессии ПД1, а также значимую деплецию CD68 и CD163, которые являются макрофагальными маркерами. И переходя к механизмам резистентности, я скажу лишь, что они многообразны. Ключевыми значениями являются нарушения экспрессии главного комплекса кистосовместимости, а также активация альтернативных путей иммуноконтрольных точек. Среди клинических исследований, которые в настоящий момент актуальны при преодолении резистентности к иммунотерапии, вероятно, ключевым значением обладают комбинированные подходы. Так рассматривается комбинация неволумаба с брентуксимабовидатином, комбинация ингибиторов иммуноконтрольных точек с БТК-ингибиторами, в частности, и брутинибом, и макалобрутинибом, а также с иммуномодуляторами. Отдельным вниманием заслуживает сочетание брентуксимабовидатина и пилиумумаба, это антистела, и 4 антитела, и неволумаба, который, вероятно, является наиболее эффективным в настоящий момент комбинированным подходом с включением иммунотерапии. С достижением общего ответа у 95% пациентов с резистентной лимфомой Ходжкина. Также внимание уделяется и гипометелирующим агентам. Так, в исследовании антипедиадин препарата камбрилизумаба было выявлено увеличение количества полных ответов с 32 до 71% при добавлении препарата децитабина. Ну и, конечно же, наиболее доступным препаратом для применения комбинированных подходов является химиотерапия. В нашем центре было проведено перспективное исследование комбинации неволумаба с бендамустином с достижением ответов у 87% пациентов и общей выживаемости 96% через 25 месяцев наблюдения. Однако, к сожалению, эти ответы тоже нестойкие, и медиана беспрогрессивной выживаемости составила 10 месяцев, и лишь 23% пациентов не имели прогрессирования или рецидива в течение 25 месяцев. Не было выявлено значение применения бендамустина на предшествующих этапах терапии этих пациентов, то есть комбинация может быть применена даже у пациентов, которые получали бендамустин или неволумаба на режиме. И, гробе того, было выявлено значительное преимущество в отношении беспрогрессивной выживаемости у пациентов, которым выпадена консолидация ответов с помощью аллогенной трансплантации. Таким образом, пациентов, которые в нашей клинике получают комбинированную терапию с включением неволумаба, мы рассматриваем в качестве кандидатов для аллогенной трансплантации костного мозга. Сочетание неволумаба и брентуксимаба в ВИДАТИ на настоящий момент исследуется во второй линии терапии с достижением хорошей структуры ответов и беспрогрессивной выживаемости в 89% случаев. С редукцией опухолевой массы у абсолютного большинства пациентов. Также на ЕХА 2020 были представлены важные данные, которые демонстрируют преимущество пембролизумаба по сравнению с брентуксимабом. Вероятно, это изменит тактику в отношении лечения резидентной лимфомы Ходжкина как минимум после аллогичной трансплантации. Но, конечно, мне кажется, что не следует противопоставлять эти препараты, потому что они обладают явно выраженной синергией. У нас в центре также имеется опыт применения комбинации неволумаба с брентуксимабом в ВИДАТИ на 22% пациентов, 62% из которых был достигнут ответ, 33% полный ответ. К сожалению, эти ответы тоже нестойкие, с медианной беспрогрессивной выживаемости, 11 месяцев, и у 36% пациентов мы в итоге выполнили аллогенную трансплантацию в этой когурте. Другой комбинацией неволумаба, которую мы часто используем в реальной клинической практике, является комбинация с вимбластином. Основным преимуществом этой комбинации является ее низкая токсичность, ее прекрасно переносят пациенты. 44% полных ответов, общий ответ, 17% полных. Ответ также нестойкий, но это сочетание важно, поскольку оно может зачастую помочь добиться редукции опухолевой массы при минимальной таксичности и подготовить пациенты к аллогенной трансплантации. Таким образом, повторюсь, что тактика при развитии резистентности к иммунотерапии в НИИДАГИД им. Рейсмаксина Горбачева, это комбинация с ингибитором иммунокатологических точек с брендуксимом амбидатином, и химиотерапия в качестве бридж-терапии перед аллогенной трансплантацией у пациентов, которые являются кандидатами для аллогенной трансплантации. В заключении, резюмирую, выявление достоверных факторов прогноза может позволить оптимизировать стратегию иммунотерапии, резистентной и рецидивирующей классической лимфомы Ходжкина. Среди факторов прогноза, обладающих значимостью в когорте НИИДАГИД им. Максимовны Горбачевой, были клинические факторы, это полэкстронодальные очаги, Б-симптомы на момент начала терапии неволмабом, значительная передвичность, то есть более четырёх линий терапии, лучший ответ на иммунотерапию, пациенты с полным ответом обладают лучшим прогнозом, и наличие раннего полного ответа. Среди лабораторных маркеров значимость показали уровень интерлекина-6 и интерлекина-15 сыворотки крови до начала терапии неволмабом. На основе анализа гистологического материала было выявлено значение альтерации 9P24.1, в частности пациенты с полисами имеют неблагоприятный прогноз, а также активация альтернативного пути чекпоинтов ЛАК-3. И комбинация неволмаба с химиотерапией и таргетной терапией позволяет добиться ответа в случае развития резистивности к иммунотерапии и может выступать в качестве эффективной бридж-терапии коллагена от респлантации костного мозга. Большое спасибо за внимание.